Добрый день! Сегодня у нас 52 серия. Название её «Биополитика». Она будет небольшая. Я отталкиваюсь от лекций Григория Юдина, которая так и называется «Биополитика» на Ютубе, 9 марта 2016 года на канале «Постнаука». Вот «Биополитика» — это термин, который предложил Мишель Фуко, вот он справа, и который предполагает определённое осмысление государства в одну эпоху, в другую эпоху. Вот сейчас я кратко перескажу, что об этом рассказал Юдин и что предложил Фуко для этого обсуждения. Итак, Фуко, это пересказ Юдина, а я пересказываю его, предложил разделить осмысление государства до 1800 года примерно и после этого, после 1800 года на два больших этапа. В первом периоде правители и те, кто исследовал роль государства в жизни общества, задавались вопросом, где границы, которые суверен не должен нарушать. После 1800 года вопрос стал звучать иначе. Как суверену вмешиваться в жизнь, чтобы сделать жизнь своих подданных или граждан максимально экономически эффективной? Тут совершенно разная пословка вопроса. И Фуко говорит, что население, как экономически самостоятельные индивиды, появляется только в XIX веке, в книгах о государстве. И почему-то Фуко называет их биосуществами, противопоставляя предыдущие эпохи, где действовали не отдельные индивиды, которые решали свои экономические интересы, защищали, а группы, которые действовали по правилам солидарности, по правилам этикета, по правилам каких-то групповых интересов. И фактически он противопоставляет социальное существование или групповое существование до 1800 года новому типу существования, биосуществованию в XIX веке. Это, конечно, некоторое, ну такой эпатаж, я бы сказал. Важно, что биополитика с точки зрения, или в терминологии Фуко, это новый тип осмысления, соотношение государства и общества, где в обществе действуют экономические независимые индивиды. По существу здесь две эпохи, биополитика это вторая эпоха, и это я, честно, условно называю это государство-2, а до 1800 года это условно государство-1, которое рассуждает о себе в совершенно иных терминах. Но весьма это искусственное построение, кажется мне станет ясным, если мы спроецируем его на нашу шкалу уровней. Так вот, много процессов, четвертый уровень, это ролевое сознание, каждая роль имеет свои ограничения, и вот это рассуждение о том, где границы, за которые не должен уходить государь, это обсуждение ролевой системы. Конечно, она опирается на единую волю третьего уровня, но в целом рассуждение идет о ролевой системе. Когда же мы переходим к государству-2, то это пятый и шестой уровень, население пятого уровня, то есть это независимые, свободные граждане, каждый из которых бежит в свою сторону, сам выбирает куда бежать. В отличие от четвертого уровня, где люди бегут группами и образуют параллельные ролевые, ну ролевая система, это движение параллельных масс. Каждое сословие двигается по собственной траектории, руководствуется собственным интересом, собственными правилами, выступает как отдельное параллельное движение. Так вот, одна карта, на которой действуют граждане, а шестой уровень это государство, которое пытается оптимизировать их движение, пытается навести какие-то общие для всех нормы, механизмы, как-то повлиять, оптимизируя эту всю систему. То есть теоретическое осмысление, которое позволяет оптимизировать, это шестой уровень. Вот мы видим переход от государства один к государству два. Но нет ничего проще вспомнить, что 1789-1793 год, Великая Французская Революция, это конец старого режима, то есть такого европейского феодализма в таком классическом смысле и переход к буржуазному государству. Причем из-за того, что Франция затормозила свое возрождение, уничтожила гугинотов, осталась католической. Фактически не произошло здесь переползание с четвертого уровня на пятый, как в Германии с ее реформацией. Или в Голландии, например. И произошел скачок уже тогда, когда накопилось напряжение с третьего, четвертого уровня сразу на пятый, шестой. Именно поэтому революция была такой длинной, такой кровавой. И она еще дорабатывала свои, продолжала решать свои задачи весь XIX век. Так вот, феодализм, третий, четвертый уровень, это государство один. И там действительно важна ролевая система. И каждое сословие, в том числе суверен, имеет свою роль. И важны, надо понимать, границы этой роли. А государство два – это капитализм. Причем сразу уже в такой развитой, в правовой форме. Где не только буржуа, но и ученые, юристы, которые пытаются этот процесс оптимизировать. Почему Фуко притягивает здесь биологию? Ну, остается мне предположить, что он это делает из эпатажа. Тем не менее, я защищаю эту мысль, что Туаи – это тот общий язык, тот койне, как говорили исследователи греческого и древнегреческого мира, на который можно перевести терминологию разных авторов и сопоставить их. Терминология биополитика от Фуко кажется мне чрезвычайно неудачной. Хотя его роль в обсуждении тут, безусловно, интересна. Ну, вот и все на сегодня. Продолжение следует.